Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Предисловие. Вы наверняка слышали об Уоррене Баффете. Да, это один из богатейших людей планеты, настоящий гуру инвестирования. 85-летний миллиардер не перестает удивлять своими порой рискованными покупками в области бизнеса, но при этом его холдинговая компания Berkshire Hathaway продолжает расширяться и приносить доход. Сменились эпохи, экономический рынок успел пережить несколько крупных кризисов, а Баффет не просто держится на плаву, а до сих пор диктует миру, как правильно вести дела в финансовой сфере. Так в чем же секрет волшебника из омахи? Есть ли какие-то правила богатства у человека, который показал всему миру, как можно изменить свою жизнь и жизнь целого мира? Глава 1. История самого великого инвестора. От банки Coca-Cola до первых акций. За плечами невероятного бизнес-гения много лет. С чего все начиналось? В конце августа 1930 года в Омахе, штат Небраска, родился Уоррен Баффетт. Его отец Говард еще не подозревал, сколько шума создаст его сын в Соединенных Штатах Америки и по всему миру. При этом Баффетт-старший был одним из самых успешных трейдеров, тогда еще укрепляющий свои позиции рыночной экономики. Да, нельзя было даже сомневаться, что сын пойдет по стопам отца. Но на самом деле юный Уоррен во многом превзошел отца и начал удивлять его с самых ранних лет. Когда мальчику Уоррену исполнилось 6 лет, в свой день рождения он потратил свои накопленные карманные деньги на 6 банок газировки Кока-Кола. Каждая обошлась ему в 25 центов. После этого он мудрился продать их своим же родным каждую по 50 центов. Это был первый бизнес-вклад будущего инвестора. Существует множество легенд об этом случае, но сам супермиллиардер теперь только улыбается, когда слышит об этом. Однако сомневаться не стоит. Баффет заработал свои первые деньги в 6 лет. Интерес к биржам, к рынку и деньгам, конечно, был неудивителен. Юного Уоррена увлекали и строгие костюмы папы красивый кожаный портфель, и сами разговоры о махинациях банков, которые вечерами он слышал от отца. Конечно, мальчишке 6 лет каждый скажет, все игра и подражание взрослым. Но то, что происходило дальше, заставило всех задуматься о явном бизнес-таланте Уоррена. Удивительно, но первые денежные спекуляции не заставили себя долго ждать. В 11 лет Баффет-младший, взяв долю старшую сестру, умудрился взять взаймы у отца. Тот, конечно, воспринял это как шутку и купить три акции «City's Service». Но что было дальше? Юный бизнесмен вскоре продал эти акции, получив выгоду в 5 долларов. Но что действительно удивило родных, так это правические способности мальчика. Пара дней и акции «City's Service» взлетели до 200 долларов за штуку. Сам Баффет не раз комментировал эту ситуацию назойливым журналистам. Действительно, можно ли считать, что ребенок мог рассчитать биржевые движения в 11 лет? Тот случай миллиардер считает и удивительной удачей, и проявлением спешки, но никак не выгодным инвестированием. После, достигнув высот в бизнесе, Баффет говорил, что неудача движет денежными делами, а настоящее терпение и выдержка. Но как история о трех акциях поросла домыслами? Многие пытались найти в ней консервативный метод денежных инвестиций «возьми и обладай». Другие рисовали жизнь Баффета как удачливую череду достижений, выстроенных под правильными звездами. Но давайте не забывать, мальчику было всего 11 лет. Да, это уже было проявлением характера. Хватка, первый опыт продаж, пусть и в форме игры. Но самые главные свершения были еще впереди. Спустя многие годы отчаянные последователи Баффета считали, что состояние миллиардера скрывалось за схемой «купи и удержи». А на самом деле, и сам Баффет однажды раскрыл свои карты. В инвестировании работает лишь подход «выбери и владей». Как покупать, нам и так всем понятно. Но что покупать? На самом деле, даже биография Уоррена Баффета поможет ответить вам на этот вопрос. Уоррен никогда не был избалованным ребенком. В 13 лет карманные деньги он зарабатывал себе сам. Просто-напросто разносил утренние газеты «Вашингтон-Пост». Более того, уже тогда в 13 лет он заплатил свой первый подоходный налог и, не пропуская ни дня, получал до 160 долларов в месяц. Кроме того, Баффет приобрел землю в 40 акров, чтобы сдавать в аренду местным фермерам. Будучи уверенным в своем успехе, он рискнул поспорить со своими близкими о том, что станет миллионером через каких-то 20 лет. И, надо сказать, мальчишка не обманул. Первый миллион у него был в 31 год. Таким образом, ему не пришлось прыгать с многоэтажки в омахе. Что сказать, Баффет не просто рисковал, он ошеломлял публику с ранних лет. Смелость всегда была спутницей Уоррена. В старших классах школы Баффет был, как говорится, душой компании. Вместе с друзьями они в парикмахерских районах организовывали самую настоящую сеть игровых автоматов. При этом Уоррен вложил в это дело всего 25 долларов. Это был 1945 год. К 1947 году, окончив школу Уильсона, Баффет задумался о выборе дальнейшего пути. С одной стороны, близкие советовали продолжить обучение. С другой, задумывался Уоррен, нужно зарабатывать деньги. Отец поставил точку в размышлениях юноши, убедив его, что самые успешные люди идут в ногу со временем, и дело не только в высшем образовании, но и в социальном статусе, который будет только после успешной учебы в университете. На тот момент, надо сказать, Баффет-младший был не только ответственным и исполнительным почтальоном, но и настоящим экономистом. К поступлению в высшую школу он сэкономил немалую сумму – 5000 долларов. К началу 50-х Уоррен получил степень бакалавра в Небраске и пошел дальше, поступил в школу бизнеса университета Колумбии. Но на этом не остановился. Подал заявку в Гарвардский университет, но ему отказали. И, как говорил сам Баффет позже, это было только добрым знаком в его жизни. Так, в Колумбии он был слушателем лекций Бенджамина Грэхама и Дэвида Дода. Грэхам выделил Уоррена Баффета среди студентов, поставив ему 5 с плюсом за анализ ценных бумаг. Нужно отметить, что строгий профессор впервые за свою преподавательскую деятельность так высоко оценил знания учащегося. На тот момент пути их разошлись, но ненадолго. Взлет финансового магната. Так сложилось, что Баффет не смог попасть в крупные инвестиционные компании после окончания университета, и ему пришлось довольствоваться малым. Согласился на работу в фирме отца менеджером среднего звена. Тогда Уоррен занимался продажами инвестиционных продуктов, но никак не мог найти выход для реализации своих бизнес-желаний. Так он организовал первые семинары о фондовом рынке для всех желающих. Представьте себе, парню шел всего лишь 22-й год, а его курсы посещали люди старше его в 2-3 раза. Известный факт – научиться выступлением на публике Уоррену помогла литература и семинары Дейла Карнеги, которые он исправно посещал, прежде чем занялся ораторским искусством. Первой компанией, в которую решил инвестировать Баффет, была маленькая фирма Гейко, занимающаяся страхованием автомобилей. Выбор был не случайным. Один из директоров предприятия был тот самый Бенджамин Грэхэм, преподаватель из Колумбии и всемирно известный экономист. Баффет решил действовать быстро и, надеясь на удачу, постучал в двери офиса Гейко. Уоррену повезло. В этот день там находился вице-президент группы компаний Давидсон, на которого начинающему бизнесмену удалось произвести положительное впечатление. В свою очередь, Баффет получал ценные знания о рисках в страховых фирмах и ведении этого бизнеса в целом. И все-таки главное, чего добивался Баффет, он нашел человека, который мог бы стать связующим звеном между Уорреном и великим инвестором Грэхэном. Начинающий инвестор терпеливо стал ждать своего звездного часа. С 1950 по 1956 годы Баффет продолжает работать в фирме отца, увеличив сумму капитала с 10 до 150 тысяч долларов. И вот настал тот день, когда сам Грэхэм пригласил Баффета в Вашингтон на должность аналитика в свою компанию, где Уоррен проработал всего два года. Но этого было достаточно для получения опыта, нужного для собственного большого дела. Так, в 1956 году Баффет вернулся в родную Омаху и открыл фирму Buffett Partnership Ltd. Хотя капитал у Уоррена уже составлял, как известно, 150 тысяч долларов, сам он вложил в открытие бизнеса всего лишь 100 долларов, тогда как основную сумму более 100 тысяч долларов внесли члены его семьи и близкие друзья. Это не значит, что Баффет пожадничал собственными деньгами. Уоррен посчитал нужным оставить их на случай неудачного вложения чужих денег. При этом, как директор фонда, он не претендовал на зарплату, зато терпеливо шаг за шагом принимал верные инвестиционные решения, что и привело его к успеху. Вспомним его первые, при этом самые противоречивые покупки акций. В 1962 году Баффет приобрел текстильную фирму, которая уже практически терпела бизнес-крах. Выкупив половину акций, он пристрастил компанию к Buffett Partnership Ltd. и стал ее директором. Однако с этого момента текстильное производство, к удивлению рабочих, было закрыто, а основным направлением компании стала покупка ценных бумаг, что увеличило доходы. Называлась эта компания Berkshire Hathaway. Вот где берет начало крупнейший холдинг Баффета. После Уоррен приобрел страховой бизнес National Enemnity Co., а затем и ту самую фирму Geico. В 1970 году инвестор принимает решение распустить фонд, основанный вместе с семьей, Buffett Partnership Ltd. При этом он предложил пайщикам получить либо деньги, либо акции его быстро развивающейся компании Berkshire Hathaway. Таким образом, сам Уоррен стал держателем 29% акций. Одним из известных хитрых ходов Баффета стали его быстрые покупки акций прямо после кризисов, когда остальные инвесторы старались не идти на риски и не участвовать в торгах. В 1973 году Berkshire Hathaway выкупили пакет акций газеты Washington Post всего за 11 миллионов долларов. Сейчас эта часть акций стоит 11 миллиардов. После кризиса 1988 года Баффет получил акции Coca-Cola, которые пополнили портфель вместе с акциями других компаний – McDonald's, Walt Disney, General Motors, American Express, Gillette. Стоит заметить, что выбор компаний обуславливался и личной симпатией к их производству. Известно, что Баффет обожает мультфильмы Диснея, каждый день листает любимую газету Washington Post, использует по утрам исключительно продукцию Gillette и никогда не откажется от баночки Coca-Cola. Кстати, журналисты не раз спрашивали о секретах его долголетия, и Баффет однажды ответил, что все дело в том, что он выпивает в день до пяти бано-колы, причем вечером он предпочитает колу с вишневым вкусом. Правда это или нет, или вовсе маркетинговый ход, неизвестно. Однако Баффет любит и пошутить. Он обладает прекрасным чувством юмора. Не раз богатейшего человека планеты сравнивали со Скруджем Макдаком, и не зря. Баффет не отрицает, что «Утиной истории» – один из его любимых мультфильмов, а цитату главного героя «Утки Скупердяя» «Сэкономленный доллар – это заработанный доллар» считает настоящей мудростью успешного инвестора. Большой опыт в финансовой сфере не раз подтверждался прогнозами Баффета. В 2003 году он предупреждал, что близится падение доллара. Тогда сам инвестор в срочном порядке перевел капитал в более чем 10 разных мировых валют. В 2010-х годах он также был уверен в скором мировом финансовом кризисе и резком спаде цен на недвижимость в Америке. И не ошибся. Также «Оракул» из Умахи с некоторых пор считается настоящим талисманом среди биржевых маклеров. Среди игроков, особенно уповающих на удачу, есть примета. Если во время торгов шептать цитаты, например, из эссе об инвестициях Баффета, то можно выиграть немалый процент. К концу 20 века невероятно масштабная холдинговая компания «Бергшир Хэтуэй» уже не могла удовлетворять свои потребности, поэтому Баффет стал выходить на международный уровень. В 2000-х годах фонд скупил несколько процентов акций у южнокорейских автомобильных компаний, у китайского нефтяного гиганта и у израильского промышленного предприятия. В 2008 году «Форбс» назвал Баффета самым богатым человеком планеты и, к тому же, самым любимым инвестором. Миллиардер всегда открыт к общению с другими людьми, часто проводит семинары и лекции для студентов и вольных слушателей не только в Гринеллском колледже и Институте городского развития, пожизненным членом попечительных советов, которых он является, но даже у себя дома. Что всегда отличало Баффета от богачей, которых мы себе представляем согласно сложившимся стереотипам, так это то, что внешне он всегда остается обычным, среднестатистическим гражданином Америки. Выходя из самолета, он не требует толп охранников. Более того, обычно весь свой багаж он забирает и несет сам. Баффет не живет на островах, хотя летом 2015 года он совместно с итальянским миллиардером Алессандро Протто за 15 миллионов евро приобрел греческий остров Святого Фомы в Сараническом заливе в качестве инвестиций. Сейчас Баффет живет со своей супругой в Омахе в том доме, который приобрел после первой свадьбы в 1956 году. Уоррену было 22 года, когда он женился на Сюзане Томпсон. Однако брак распался в 1977 году, а его бывшая супруга до конца своей жизни, Сюзанна скончалась в 2004 году от рака, оставалась ему другом и компаньоном в бизнесе. Первая жена Баффета внесла немалый финансовый вклад в развитие научных исследований раковых заболеваний и поиски новых методов прерывания беременности. Раз в год миллиардер проводит благотворительный аукцион, победитель которого получает возможность позавтракать с ним. Не один миллион был потрачен на добрые дела благодаря этому конкурсу. Рекорд самого большого единовременного вклада в благотворительность принадлежит также Уоррену Баффету. В 2010 году он пожертвовал около 40 миллиардов долларов, что составляло половину его состояния. Баффет до сих пор не пренебрегает обедом в фастфуде и до недавнего времени ездил на своей старенькой Хонде. Но он так вдохновился выступлением гендиректора General Motors, что поручил дочери покупку современной модели Cadillac. Но даже после приобретения машины класса люкс он не согласился на услуги шофера. Баффет до сих пор водит автомобиль сам. У Баффета трое детей от первого брака. Старшая дочь Сюзан Эллис, сыновья Говард Грэм и Питер Эндрю. Баффет стал продолжателем идей Бена Грэхэма. Деятельность инвестора в первую очередь должна опираться на получение данных о деятельности компаний. Основа концепции Грэхэма – понимание биржевого рынка как и рациональной системы. Однако отгадать, какая компания выстрелит в будущем, не получится. Инвестор должен тщательно разобраться во внутренней стоимости компании и в ее доходах и расходах. Если внимательно изучить бухгалтерские отчеты фирм, то среди них можно отыскать ту, чья биржевая стоимость будет ниже, чем она должна быть. В такие-то компании и стоит вкладываться по мнению Грэхэма. Более подробно о секретах инвестирования мы расскажем в следующей главе. Все свои популярные идеи Грэхэм изложил еще в 1949 году в книге «Разумный инвестор», которую Баффетт не раз называл лучшей финансовой литературой, обязательной к прочтению. Бенджамин Грэхэм помог Баффету обрести уверенность, которая всю жизнь помогала ему преодолевать сомнения. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Глава 2. Секреты успешной жизни от Уоррена Баффета. Как управлять деньгами? Правила богатства. Зарабатывание денег напрямую связано с человеческой психологией. Почему же одни много работают, но так и не поднимаются выше среднего заработка, а другим достаточно нескольких лет для того, чтобы правильно вложить свой небольшой капитал и достичь таких высот, как Уоррен Баффетт, или другие богачи с первых строчек Forbes? В чем же разница между людьми богатыми и не очень? Прежде чем мы коснемся правил инвестирования и практических советов для начинающих бизнес-стратегов, попробуем разобраться в психологии и ментальности успешных людей. Исследования 2013 года выявили интересные статистические цифры. Томас Корли изучил привычки в разных аспектах жизни пары сотен самых богатых людей и опросил столько же бедных. И вот что он выяснил. Здоровый образ жизни. Оказалось, что только 20% небогатых людей занимаются физическими упражнениями или делают зарядку, а среди людей с доходом выше среднего таких оказалось более 70%. Любителями вредной еды, фастфуда и ночных перекусов оказались практически 100% бедных и меньше 50% богатых. Богатые лидируют в других привычках, куда более полезных. Стараются читать каждый день, ведут списки дел и заполняют планировщики, а также занимаются самообразованием более 80% обеспеченных людей и лишь 8% бедных. Выяснилось, что не каждый бедный согласен со следующими, казалось бы, правильными утверждениями. Всегда нужно продолжать учиться и стараться узнавать новое. Правильные привычки помогают создавать новые возможности для счастливой жизни. Необходимо избавляться от вредных привычек из-за их негативного влияния. Так может быть дело и не в доступности ресурсов, а в некой внутренней ментальности, которая отличает бедных и богатых. Во-первых, и вы наверняка это замечали, бедные часто жалуются. А если они жалуются, то утверждают, что жизнь – это то, что им не подвластно, то, что идет своим чередом, а сами они не способны что-либо изменить. Эта позиция в корне неправильна. Если вы замечали за собой подобные размышления, постарайтесь понять одну простую истину и возьмите ее на вооружение. Вы сами создаете свою жизнь. Если пустить свою жизнь на самотек, то вы сами превращаете себя в живой магнит, который будет притягивать проблемы. Успешные люди живут с установкой «Я способен создавать необходимый уровень жизни». Во-вторых, бедные люди, как правило, не знают, чего именно они хотят. Если у вас нет конкретной цели, то откуда взяться реальным действием в жизни, которые создают движение и приносят удовлетворение? Если вы не ставите целью зарабатывания денег, вы их не заработаете. Поэтому формулируйте конкретные задачи, планируйте ваше ближайшее будущее, и тогда вы станете ближе к финансовому благополучию. Богатые люди стремятся стать богатыми. Поэтому богатые всегда мечтают и думают о будущем, в то время как другие частенько любят вспоминать о прошедших временах и не хотят даже представлять свою дальнейшую жизнь, уповая на то, что лучше уже быть не может. Одни ссылаются на возраст, другие – на упущенные возможности. Запомните, никогда не поздно менять свою жизнь, независимо от возраста. Старайтесь получать как можно больше новых знаний, тем более если вы ощущаете острый их дефицит. Знания – это не только то, чему учат в школе и других учебных заведениях. Знания можно и нужно получать каждый день любым удобным для вас способом. Записывайтесь на курсы, общайтесь на тематических сайтах, изучайте видеоуроки и вебинары. Сейчас много возможностей для самообразования, и добрая половина из них бесплатные. Помните, что для достижения целей нужны все необходимые ресурсы, и в первую очередь это ваши интеллектуальные запасы. Как говорит Уоррен Баффетт, если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, сколько знал с утра, значит что-то ты делаешь неправильно. Не рассчитывайте на кого-то еще, кроме себя. Жизнь – это не лотерея. Время уходит, и никто не принесет вам счастья, решив ваши проблемы. Ни правительство, ни ваша вторая половинка, ни ваш начальник или кто-либо еще. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов на то, что вы наконец почувствуете себя счастливым. Если вы чувствуете, что не можете перешагнуть свои страхи, то для начала в них нужно разобраться. Попробуйте ответить на вопрос, какие денежные проблемы вас тревожат. Это могут быть такие варианты, как «Не знаю, что будет, если потеряю работу. У меня не будет денег на отпуск, и меня это расстраивает. Боюсь не успеть заплатить кредит в этом месяце». Подобные страхи все как один основываются на нехватке финансов. Методом исключения выберите, какая проблема требует срочного решения и точно не сможет подождать. В наших примерах явно лидирует оплата по кредитам. Практически все финансовые страхи ликвидируются реверсивным методом. Установку «Я боюсь» необходимо менять на установку «Что я могу сделать, чтобы этого не случилось?» Или «Каким образом я могу заработать денег, чтобы решить эту проблему?» Для того, чтобы мозг давал правильные, позитивные ответы, ему нужны понятные, позитивные вопросы. Само отношение к деньгам должно быть разумным. Деньги – это инструмент возможностей. Зарабатывание денег – это не обязанность и не рабство. Представление денег как неких бумажек, благодаря которым вы можете жить, покупать еду, лекарства и одежду, ухудшает ваши с ними отношения. Так вы начинаете их ненавидеть и одновременно бояться отсутствия. Деньги – это ваша личная свобода в действиях. Поэтому старайтесь заниматься тем, что действительно приносит вам удовольствие. Работать только ради денег – это навязанная обществом линия мышления. Ищите способы делать то, что нравится вам. Иначе вы так и будете воспринимать деньги, как то зло, из-за которого вам приходится всю жизнь терпеть нелюбимую работу. Вы замечали, что богатые люди отличаются спокойным нравом и душевным равновесием. Неужели действительно хорошее настроение можно купить? Богатые люди стараются думать о том, чего они способны достичь, а бедные – что они должны сберечь. Даже в периоды кризиса не прекращайте двигаться по пути достижения своих целей, иначе вы рискуете упустить возможности. Многие инвесторы следуют еще одному закону – не бойтесь потерять часть денег. Помните, что вы способны не только восполнить упущенное, но и приумножить его. Избавляйтесь от стереотипов, что богатые – это удачливые люди или нечестные мошенники. Каждый может стать богатым – тот, кто способен поменять свое отношение к работе, жизни и деньгам. Также забудьте про стереотип, что эгоизм – это сугубо отрицательная черта характера. Эгоизм – это здоровое проявление заботы о себе и желание быть счастливым. Вы не обязаны спасать мир, но вы сможете ему помочь, если у вас будут возможности. Уоррена Баффета однажды спросили, не считает ли он нечестным свою деятельность по отношению к другим, ведь он всего лишь следует приему «купи и держи», на него работают инвестиции, а не он сам. Баффет ответил, что главное его преимущество в том, что не просто придумывает новые идеи, он ищет пути отказаться от старых. При этом Баффет уверен, что люди верят в то, во что им хочется верить, а это уже личный выбор каждого. Не бойтесь разочаровываться. Каждый день жизни – это новое испытание. Если ничего не желать и ни к чему не стремиться, то действительно не будет и ошибок. Нет больших ожиданий, нет разочарований. Однако такая пассивная стратегия жизни не принесет ни денег, ни удовольствия. Общайтесь с людьми, развивайте в себе способности психолога. Знание человеческой натуры помогает в работе. Будьте готовы к тому, что многими движет жадность и страхи. Не пытайтесь все время гнаться за абсолютным комфортом. При достижении целей будьте готовы, что чем-то, скорее всего, придется временами жертвовать. Речь идет о том, что не всегда будет предоставляться возможность достичь физического, эмоционального и психологического комфорта. Если вы постоянно будете пребывать в состоянии покоя, то вряд ли выйдете из зоны неопределенности. Научитесь правильно проводить свободное время. Отдых должен приносить не только физическое удовольствие и расслабление, но и духовное обогащение. Успешный человек скорее выберет чтение образовательной литературы или нового романа, чем просмотр телевизора и развлекательный журнал. И помните, что скучно бывает только глупым людям. Сам Уоррен Баффет советует каждый день просто оставаться наедине с самим собой в тишине для того, чтобы сбавить уровень импульсивности. Воспринимайте деньги как своих друзей. Они способны помочь и вам, и другим людям. Относитесь к ним позитивно. Неужели вам не надоело то тревожное и нервное состояние, которое способно вызвать деньги, если относиться к ним как к тому, чего постоянно не хватает? Баффет признавался, что у него, скорее всего, есть врожденное умение обращаться с деньгами. Связывает он свою жизненную философию с тем, что само общество открыто для того, чтобы человек мог зарабатывать так, как ему этого хочется. При этом Баффет уверен, что главное в успешном бизнесе – это осознание того, что все, что вы можете заработать, возвращается обратно в общество, поэтому он уверен в своих действиях и не видит ничего плохого в богатстве. Для успешного человека не существует того ошибочного мнения, согласно которому карьеру и семью невозможно совмещать. Богатство не обязательно должно доставаться какими-то жертвами и лишениями, однако многим этот стереотип навязан с детства. Умный и целеустремленный человек способен на многое, в том числе получать все, что он желает, не мучаясь тяжелым выбором – богатство или крепкая семья. Главные враги – это не отсутствие денег или, наоборот, их избыток. Главные враги – это отсутствие желания и смелости изменить себя и мир вокруг. Делайте свое дело. Простые истины от Уоррена Баффета. Вы можете смеяться, но и миллиардерам с их богатством приходится тяжело. Суперинвестор не раз делился своими мыслями по поводу того, что современный человек все чаще забывает главные ценности нашего существования, которые не купишь за деньги. Уоррен Баффет не раз говорил, будь ты трижды миллиардером. Дело в том, что вы все равно приходите к выводу, что самое главное – это ваше здоровье. Не забывайте, что все, ради чего вы живете, рядом с вами, и это ваша семья, близкие друзья и любимый человек. Какой смысл в богатстве, если вы его делите только сами собой? Научитесь говорить «нет», если вы хотите управлять самым бесценным – временем. То, что действительно не имеет для вас значения сейчас, не понадобится вам и потом. Другое мнение имеет место быть, но самое важное – это ваше мнение. Не теряйте самообладание. Многие миллионеры медленно, но шли к своей цели, даже не находя поддержки со стороны близких. Стремитесь общаться с теми, кто положительно влияет на вас. Как говорит Уоррен Баффет, будь с теми, кто круче, чем ты. Риски – это доход. Баффет в начале своего бизнес-пути собрал с партнеров буквально по паре тысяч долларов, но каково было их удивление, когда эти же деньги принесли чистый доход миллионами. Как говорит Баффет, вся ваша сила в вашей внутренней шкале. Никогда не затягивайте с решениями, будьте быстрыми и даже неожиданными в своих действиях. Может, это и не понравится вашим компаньонам, но точно сыграет на руку. К смелым прислушиваются и идут вслед за ними. Простой закон. Ценность не в цене, а в качестве производимого. Деньги, которые удалось выручить с первых заработков, не тратьте. Вложите их в развитие вашего дела. Это аксиома, и она работает. Если определенной цели еще нет, но доход есть, то постарайтесь сразу начать откладывать. Возьмите нужную сумму на погашение ежемесячных платежей и покупку всего необходимого. Остальное отложите. Да, это правило должно вас научить откладывать. Самое главное – начать. Можете называть это правилом скруджа. Старайтесь откладывать по 10-20% своего постоянного дохода и половину сверхдоходов. Инвестируйте в акции, недвижимость или же собственное образование. Постарайтесь ввести финансовое планирование. Расписывайте ваши траты на месяц, квартал или год. Это полезно в отношении крупных покупок. Так вы сможете прогнозировать сроки накопления или понять, в каких графах расходов можно и сэкономить. Посчитайте свои каждодневные траты. Вы удивитесь, как много вы тратите на абсолютно бесполезные и отнимающие время нужды. Например, обеденная чашка латте с сиропом. Посчитайте, сколько денег уходит в месяц на это ежедневное удовольствие, а в год. Экономия – ваш залог будущего богатства. Если от чего-то не можете отказаться, то попробуйте найти замену. Тот же латте можно заменить обычным эспрессо или даже чаем. Также пробуйте менять вредные привычки на хорошие. Если ты тратишь деньги на то, что тебе не нужно, то скоро рискуешь начать продавать то, что тебе необходимо. Один из самых известных афоризмов мирового инвестора. Разработайте свою стратегию управления финансами. Вне зависимости от того, планируете ли вы стать миллионером или нет, это будет очень полезным для любого человека, который хочет развиваться и стать более успешным. Для этого составляйте план затрат, который будет включать в себя не только ежедневные расходы на продукты и предметы первой необходимости. Не забывайте о форс-мажорах, оставляйте сумму на подобные случаи. Также указывайте траты на отпуск, развлечения, а также попробуйте спрогнозировать заработок на инвестиции и вашу старость. Так вы будете знать, сколько вам точно необходимо денег для жизни. Вы увидите важность сбережений, начнете планировать отдых, будете расти финансово без стресса. Дело, которое вы начинаете, представляете не как гору денег, а как гору возможностей, по которой вам придется взбираться не один год. Деньги – это не начало вашей карьеры, а вот самореализация – залог вашего успеха. Достижение больших целей дается тяжело. Не бойтесь преодолевать трудности, воспринимайте проблемы как очередную ступень на пути к вершине, где вас ждет цель. В любом случае, решение проблем – это ваш личный и бесценный опыт, который делает вас только сильнее. Закрепляйте позитивные эмоции для повышения уверенности в себе. Существуют методики прикладных психологов, которые считают, что необходимо вести так называемый учет собственных достижений. Можете записывать каждый вечер пять хорошо выполненных вами дел или дополнять их позитивными моментами прошедшего дня. Если же такой способ вам не подходит, то придумайте для себя систему поощрений. За высокие результаты каждый месяц награждайте себя новой крупной покупкой, походом на концерт любимой группы, в общем, любимыми положительными эмоциями. Мелочи. К ним будьте внимательны. Это закон в любом бизнесе. Да, встречают по одежке, поэтому создавайте идеальный образ. Действительно, первое впечатление важно, а остальное сработает потом. Следите за деньгами. Если вы занимаетесь торговлей, то это главный аспект. Деньги – основной объект вашего внимания. Будьте экономны, если это необходимо. Если берете, то готовьтесь к тратам. Баффет всегда говорит о том, что займ для успешного бизнесмена – самое худшее. Все дело в том, что расходы рискуют превысить ваши доходы, и тогда дороги к эффективному бизнесу просто не будет. Совет Уоррена Баффета – не берите в долг. Если вы достаточно умны, то сможете делать деньги без займов. Это первый знак того, что вы столкнетесь с нищетой. Если уже изначально есть долги, то с ними нужно покончить, и только после накопления капитала браться за дело. Упорство – ваш двигатель. Дисциплина – гарантия успешного будущего. Если вы решили добиться цели, например, заработать первый миллион, значит, в течение первых трех дней у вас уже должен быть план на ближайшие годы. План представляет собой список конкретных задач и действий, а также необходимых ресурсов. Действовать нужно сразу. Не держитесь за явно невыгодное дело. Просто ставьте реальные цели и будьте настроены на выгоду. Если ты тонешь в лодке с пробоиной, то гораздо эффективнее будет найти новое плавательное средство, чем тратить время и силы на латание дыр, советует Уоррен Баффетт. Успех – это не баланс вашего банковского счета, а количество получаемого удовольствия и удовлетворенности тем, что вы делаете. Не забывайте про собственное здоровье, следите за питанием и своим сном. Да, Баффетт прослыл очень экономным человеком. Может быть, в этом один из главнейших секретов его успеха. В бизнес-кругах его не раз ловили на том, что он покупал акции не самой крутой компании и не за самые огромные деньги. Он до сих пор выбивается из круга денежных магнатов, но остается на вершине успеха. Когда Баффета просят прокомментировать влияние богатства на его жизнь, он всегда отвечает, что для него деньги – это в первую очередь свобода выбора. Но он не хотел бы быть фермером и землевладельцем, поэтому у него нет большого дома с гектарами земли. Также он считает глупой затеей тратить несколько лет на постройку шикарного особняка, поэтому ему достаточно того скромного дома, в котором он живет уже более 50 лет. Дорогие яхты и машины, по словам Баффета, это слишком хлопотно. Для чего же тогда ему нужны деньги? Миллиардер отвечает – для того, чтобы заниматься любимым делом с теми, кто мне нравится. И это реальный факт. Баффетт очень тепло относится к своим сотрудникам, среди которых за последние 15 лет нет ни одного специалиста, который бы уволился. Также инвестор никогда не ведет дел с теми, кто ему лично неприятен. Часто на своих лекциях Баффетт предостерегает слушателей от подражания богатым людям и подчеркивает, что нет никакого удовольствия в том, чтобы делать что-то, лишь потому что так принято у других. По словам 85-летнего бизнесмена, он счастливее большинства людей, так как никогда в жизни не зависел от мнения других. И не забывайте, что богатство – это не количество потраченных денег, а то, что доступно вам сегодня и сейчас. Секрет инвестиционного успеха Баффета не зря называли и провидцем, и волшебником. Его способность инвестировать максимально удачно часто вызывает удивление и даже недоумение. Однако миллиардер далеко не экстрасенс, просто он всегда выбирал компании серьезными активами, рассчитывая на то, что рано или поздно рынок откликнется и оценит их по достоинству. Да, фундаментом его суперинвестиций стали сделки с фирмами, которые недооценивали остальные. Но главное отличие от других спекулянтов – Баффетт всегда выбирает небольшой, но стабильный заработок, из года в год совершая сделки и удерживаясь на плаву. Тогда как большинство инвесторов, например, совершают одну огромную скупку акций в жизни, заработав сразу и много, но при этом всегда находятся в группе тех, кто рискует прогореть во время очередного кризиса. Баффетт говорит, если вы решили вложить все, что у вас есть, то лучше поберегите нервы, вкладывайте в давно существующие компании, скупайте акции монополий и зарекомендовавших себя фирм. Секрет Баффета в долгосрочных инвестициях. Он всегда избегал однодневных скачков акций. Даже когда Apple поражал своими доходами в 2010-х годах, Баффетт не спешил и только ближе к концу 2015-го года приобрел значительную часть акций, действительно по бросовой цене. А как посмеивались над ним инвесторы, называя старым спекулянтом, ничего не понимающим в высоких технологиях, когда все массово скупали акции NASDAQ. При этом Баффетт не боялся выглядеть смешным, он признавался, что вкладывать нужно в то, в чем ты разбираешься. «Я лично не могу понять, как все это производится и работает. А если я этого не понимаю, зачем я буду тратить на это деньги?» А ведь его постоянным партнером по игре в гольф был Билл Гейтс. Но, видимо, пришло время, когда Баффетт решился на инвестирование в IT-технологии. Консервативный бизнесмен впервые открыл для себя интернет лишь в 1997 году, и то для того, чтобы поиграть в онлайн-покер. Баффетт не раз сравнивал бизнес-игры с азартными играми в казино, а компанией с фишками. За каждой фишкой своя ценность, за каждой компанией своя история. Поэтому Баффетт всегда не просто внимательно изучал историю фирм, но и следил за ситуацией в мире в целом. Не зря чтение газет едва ли не единственная привычка, с которой не расстается Баффетт. Всегда следить за новостями – образ жизни миллиардера. Технологический прорыв в интернет-сфере и сфере компьютерных технологий Баффетт сравнивал с тем, что уже когда-то изменяло мир – телевидением, телефоном, автомобилями или, скажем, железными дорогами с поездами. Миллиардер уверен, что IT-технологии облегчат жизнь и ускорят взаимодействие в мире. Но все же скупать акции таких компаний, вкладывая деньги, например, в Силиконовую долину, для инвестора кажется не совсем целесообразным. Рано или поздно, по словам Баффета, ажиотаж пройдет, и будут ли вложения выгодными. Баффетт говорил об этом уже несколько лет назад, а сейчас, в 2016 году, ряд аналитиков согласились с такими прогнозами. В ближайшем будущем будет наблюдаться спад развития в IT-сфере, а значит, и ее финансирование. Инвестирование, как говорит сам Уоррен Баффетт, это очень просто. Ну, конечно, имея миллиарды, так рассуждать легко, скажете вы. Однако вспомните, с чего начинал самый богатый человек планеты. И на самом деле, все основные правила Баффета срабатывали и продолжают срабатывать в сфере инвестирования. Давайте их вспомним. Покупайте акции тех компаний, деятельность которых вам действительно нравится. Правила «Доверяй, но проверяй». Если предприятие становится убыточным, не надо удерживать акции при себе. Избавляйтесь от них, пусть даже это будет и в урон самому себе. Однако краткосрочные падения цены акции не должны приводить вас в состояние паники. Тем и отличается инвестор от спекулянта. Первый удерживает и получает в будущем прибыль, а спекулянт покупает только для того, чтобы перепродать. Обращайте большую часть вашего внимания на международный бизнес. Так можно быть уверенным в низком проценте инвестиционных рисков. В первую очередь, если вы решились инвестировать, вас должны интересовать лидирующие на рынке компании. Баффет придерживается особой стратегии управления, которая подразумевает практически полное невмешательство в руководство приобретенных компаний. Назначение и определение вознаграждения управляющего остается, конечно, за ним, но контроль за всем остальным он предоставляет поставленному на должность управленцу. И до сих пор этот метод срабатывает. Назначенное руководство мотивировано на повышение оплаты, поэтому эффективность работы стремится к максимуму. Баффет всегда говорит, что самые лучшие управленцы – это те, кто мыслит с позицией именно владельца, те, кто заинтересован в акционерах. Но, как известно, не всегда получается вести переговоры без конфликтов и недопонимания. Поэтому Баффет считает, что выстраивание продуктивного общения на административном уровне и уровне коллектива – одна из первоначальных задач. Так можно выделить три главных совета Уоррена Баффета для управляющих и директоров. Во-первых, необходимо быть прямолинейным и откровенным. Это касается не просто делового общения, а конкретных рабочих моментов, например, предоставления отчетности. Ни в коем случае не стройте свое выступление об итогах работы на прогнозах. Разговоры о будущем вполне интересны и заманчивы для акционеров, но, по мнению Баффета, это одна из самых отвратительных привычек управляющих. Уоррен Баффет в любом человеке как потенциально успешном менеджере выделяет три главных качества – энергичность, честность и интеллект. Если же отсутствует честность, то остальные качества уже просто не имеют никакого значения. Во-вторых, откажитесь от стандартной иерархии подчинения. Согласно теории управления Баффета, продуктивная работа зависит не от жестких разграничений и распределения людей по принципу «кто перед кем отчитывается и подчиняется», а только от правильного подбора ответственных и честных людей. Эффективная команда – это та, в которой отношения коллег друг к другу строятся на уважении и равенстве. В-третьих, оплата работы руководителей должна быть учтена согласно их эффективности, а не занимаемой должности. Не раз миллиардер признавался в том, что его ужасно расстраивает нынешнее положение экономики, в которой уже считается нормальным ложь, коррупция и алчность высших должностных лиц. Также он считает, что система управления Америки должна измениться, как минимум оплата работы топ-менеджеров должна быть более адекватной. Самого Баффета нельзя упрекнуть в мошенничестве, ведь он даже не пользуется возможностью льготной покупки акций своей компании и назначает себе плату 100 тысяч долларов в год. А в 2011 году Баффет выступал за повышение налога для богатых американцев, потому что считает, что это будет не только справедливым по отношению к рабочему населению страны, но и поможет в программе сокращения государственного дефицита бюджета. Психология инвестора. Что касается характера настоящего инвестора, то Баффет утверждает, что инвестор просто обязан научиться воспринимать происходящее спокойно. Только спокойный инвестор знает, что курсы акций всегда будут изменяться, расти и падать. При падении курса Баффет всегда остается хладнокровным, потому что уверен в своем выборе, уверен, что компания, акциями которой он владеет, имеет те качества, которые его изначально и привлекли. Значит, цены на акции обязательно возрастут и даже превысят прошлую ценовую планку. Миллиардер считает, что тот инвестор, который не может без паники реагировать на резкие спады цены курса, просто должен покинуть этот бизнес. Также инвестор должен быть терпеливым. Это значит, что не следует бежать вслед за толпой других инвесторов, если те вдруг массово стали скупать акции одной компании или акции предприятия одного направления. И дело не в том, что так вы выглядите умнее других, а в том, что это проявление финансовой дисциплины. При этом рассуждать нужно рационально, не идя на поводу у эмоциональных всплесков. Еще одним учителем Баффета был Чарли Мангер. Известен он тем, что старался понять те психологические факторы, которые влияют на умение людей обращаться с деньгами. Так называемые поведенческие аспекты управления финансами благодаря ему стали практически отдельной дисциплиной в экономических университетах. Дополнил ее своими исследованиями и Ричард Таллер. Эта новая отрасль об иррациональности мышления человека очень интересна, но мало изучена. Важна она не только для инвесторов, а для каждого, кто совершает ошибки при обращении с деньгами и капиталом. Первое, что мешает многим разумно относиться к деньгам, это излишняя самоуверенность. Те инвесторы, которые идут на поводу своих личных интересов, наносят вред не только себе, но и всему финансовому рынку в целом, что усложняет развитие для других. Поспешные решения также ухудшают ситуацию на рынке. У человека есть привычка придавать большое значение ряду случившихся событий и принимать эти совпадения за тенденции. В особенности это свойственно тем инвесторам, которые опираются на данные нескольких прошедших лет, не вдаваясь в подробности данных предыдущих периодов. Таким образом, инвестор после поверхностного анализа, решивший, что компания абсолютно убыточна, может упустить достаточно успешные инвестиции. Ученые называют такой процесс асимметричностью гиперреакции, человек остро воспринимает негативную информацию, которая перекрывает хорошие новости. В узких финансовых кругах такой феномен попросту называют близорукостью инвестора. Подобная близорукость, в свою очередь, тесно связана с неприятием потерь. Известен такой факт, чтобы преодолеть плохие эмоции, человеку необходимо в два раза больше позитивных переживаний. Так и инвестор не станет рисковать до тех пор, пока потенциальный прогноз выигрыша не превысит произошедшие до этого потери. После неприятия потери инвестор может стать чрезмерно консервативным, что в конце концов будет дорого обходиться ему в дальнейшем. Фиксирование своего внимания на неудачах приводит к страхам и исчезновению важной для рынка гибкости. Ричард Тайлер проводил интересный эксперимент, благодаря которому выявил еще один поведенческий аспект финансов. В тесте приняли участие две группы людей. Каждому из первой группы выдали по 30 долларов купюрами и предложили два варианта действий – забрать деньги и уйти или же присоединиться к паре на результат подбрасывания монеты. Если выигрываешь, получаешь 9 долларов, проигрываешь, 9 долларов забирают. Большинство выбрало паре, ведь даже в случае проигрыша им бы достался 21 доллар. Второй группе предложили другие условия. Или же участник отказывается от подбрасывания монеты и гарантированно получает 30 долларов. Или же участвует в паре и получает при выигрыше 39 долларов в случае проигрыша 21 доллар. Большинство выбрало гарантированные 30 долларов, то есть участники обеих команд могли выиграть одну и ту же сумму с одинаковой степенью вероятности, но по-разному восприняли ситуацию. Это аспект, который принято называть двойственным отношением к деньгам. У человека есть склонность менять свое отношение к деньгам в зависимости от обстоятельств. Еще один пример. Вы нашли деньги в куртке, которую недоставали несколько месяцев. Это ваши же деньги, которые вы заработали, но ощущение, что вы их получили просто так, заставляет вас радоваться. Так и в инвестировании порой случается необоснованная радость от прибыли, которая по сути является не прибылью, а покрытием предыдущих потерь. Таким образом, неприятие потерь нужно суметь перешагнуть, потому что психологический фокус в любом случае сработает и с вами. Сохранить легко полученные деньги тоже тяжело, опять-таки срабатывает двойственное отношение к ним. Человек гораздо смелее будет расставаться с такими деньгами, чем с теми, которые зарабатывал с трудом и дольше. Способность человека сохранять терпение в рисковой ситуации связана, конечно, с его эмоциями. Однако исследования показали, что возраст и пол также влияют на уровень выдержки. Естественно, женщины более осторожны, а пожилые люди не готовы идти на большие риски. Психологический портрет инвестора с высоким уровнем терпимости к рискам оказался таким. Это человек, который видит перед собой цели, конкретизирует их и обладает уверенностью, что способен контролировать обстоятельства, а также влиять на результат. Такому инвестору можно только позавидовать. Он воспринимает фондовый рынок как систему и придерживается разумного выбора, который позволит ему на основании достоверной информации получать достаточно высокие результаты. Знание психологии инвестиций – это и есть секрет Уоррена Баффета. Его высокие доходы связаны с собственными глубокими исследованиями, а действия продуманы и продиктованы целями. При этом Баффет не сворачивает с пути, если обстоятельства начинают меняться – кризисы и спад рынка ценных бумаг. Он старается принимать риски как данность, как неотъемлемую часть его специфической деятельности, принимает последствия и не боится их. Еще до того, как поведение человека в отношении финансов стало изучаться в университетах как часть экономической науки, Уоррен Баффет и Чарли Мангер опирались на них, тем самым противореча принятым тогда тенденциям на фондовом рынке. Мангер вспоминал это так. «Мы вошли в мир бизнеса и нашли там невероятные и на самом деле прогнозируемые примеры иррационального поведения в высшем его проявлении». Инвестор должен опираться на знания о динамике поведения человека, ведь понимание человеческой психологии помогает избегать наиболее распространенных ошибок, просто потому что грамотный инвестор учится на ошибках других. Истина успешного инвестирования в том, что когда все ведут себя иррационально, в плюсе сможет быть только рационально действующий финансист. Практические советы начинающим инвесторам. Инвестиционная стратегия Баффета. Современная теория корпоративного финансирования и инвестирования за последние 40 лет пришла к единственному и на самом деле обманчивому решению. Изучение ценных бумаг становится бессмысленным и затратным по времени. Нынешняя финансовая теория подразумевает, что проще случайным образом выбрать акции для портфеля, и это будет гораздо выгоднее, чем тратить свои силы на размышления, прогнозы, поиск разумных решений и анализ инвестиционных документов. Одной из догм этого подхода является портфельная теория, согласно которой смягчить риск можно путем диверсификации портфеля, то есть вкладывать свой капитал в большое количество акций разных компаний. Как ни странно, многие даже весьма консервативные инвесторы согласились с теорией. Но только не Уоррен Баффетт, который продолжает теории Грэхэма и Дода, опираясь своей инвестиционной стратегии на опыт и логику. Отчаянные приверженцы современной финансовой теории продолжают искать довольно странное объяснение эффективности Баффетта. Доходит до заявлений, что миллиардер просто-напросто знает секретные данные, которые недоступны остальным инвесторам. Остается добавить, что подобные так называемые знатоки продолжают придерживаться диверсифицированного портфеля акций. Условно, компании, которые приобретал Баффетт, отвечали трём критериям покупки. Цена акций, зарекомендовавшей себя компании, падала на фондовом рынке. Компания переживала трудности, обусловленные незначительными изменениями, например, в смене руководства. Временное безразличие других инвесторов компании, связанное с устремлением в другие сферы производства. Уоррен Баффетт. Цена – это то, сколько ты платишь. Стоимость – это то, что ты получаешь. И не имеет значения, идёт ли речь об акциях или, скажем, носках. Но я выбираю для покупки только качественный товар и в тот момент, когда он недооценён. Такие инвесторы, как Уоррен Баффетт, не смогли бы пройти мимо подобных предприятий. Можно, кстати, заметить ещё одну тенденцию. Успех миллиардера зачастую был связан с неудачами других. Для того, чтобы рискнуть и пойти по пути Баффетта, самое главное – суметь сделать первый шаг его стратегии. Итак, шаг первый. Не концентрируйте всё своё внимание на фондовом рынке. Баффетт и вовсе не обращает на него внимания, считая его ужасно негативным. Единственная причина, по которой Баффетт начинает следить за ситуацией на фондовом рынке – это поиск тех, кто совершил ошибку, из-за которой можно прикупить компанию по выгодной цене. Вторым шагом должно стать достижение душевного равновесия по отношению к экономике. Если вы не можете удержаться от дискуссий по поводу инфляции или, скажем, мировых цен на нефть, то, и так посоветует Баффетт, вам следует передохнуть, взять паузу. Ошибочной стратегией инвестирования он считает и ту, которая начинается с изучения общего положения экономики и попыток прогнозировать её развитие. Поэтому Уоррен Баффетт всегда выбирал и выбирает те фирмы, которые работают при любых условиях, те, которые смогут приносить прибыль, пусть и меньшую, в кризисных ситуациях. Шаг 3. Продолжая идеи философии разумного инвестора Грэхэма, Баффетт советует начинающим инвесторам научиться правильно определять деятельность фирм и разбираться в рыночных ценах. Если нет уверенности в том, что цена акций на момент покупки ниже той, что вы планируете получить в дальнейшем, то не спешите инвестировать в эти бумаги. Баффетт убежден, что акции должны приобретаться по тому же принципу, что и целые компании в случаях поглощения или слияния. Принцип этот заключается в том, что фирмы, чьи бумаги вы планируете купить, должны отвечать нескольким критериям. В управлении компании должны стоять честные и профессиональные специалисты. Цена компании должна быть вам по карману. У компании должны быть перспективы, в которых вы наверняка уверены. То есть, либо вы анализируете работу компании досконально, внимательно изучая все бухгалтерские отчеты, либо стоит подумать об инвестициях в индексные фонды – дешево, долго, но вполне окупаемо. В первом случае придется провести немало времени за изучением информации о работе руководства компании, об их производстве и задолженностях. Баффетт акцентирует внимание на трех факторах, которые обязательны при изучении положения компании на рынке. Экономические показатели, ставки инфляции и будущие ставки налогообложения. И опять же, честность в поведении руководства. При этом не пытайтесь прыгнуть выше головы. В бизнесе всегда нужно придерживаться рамокомпетенции. Уоррен Баффетт часто вспоминает, что сдерживание собственных иллюзий крайне необходимое для инвестора качество. Нужно использовать конкретные ресурсы и собственного интеллекта, и своего кошелька. Поэтому также обращайте внимание на конкурентноспособность компании, бумаги которой вы решите приобрести. Это один из критериев долгого существования фирм. Избегайте таких компаний, в которых поощрение работников за продажу акций не вносится в бухгалтерские отчетности, а также те, в финансовых бумагах которых вы заметили какие-то пометки. Возможно, это и не проявление некомпетентности менеджеров, но вполне возможно, что это один из способов подтасовки данных. Уоррен Баффетт никогда не доверял компаниям, руководители которых сразу начинают говорить о невероятной прибыли в ближайшем будущем. Как утверждает гуру инвестирования, ни одному человеку не подвластно знание о том, что может произойти, и такой управляющий просто не имеет ни малейшего шанса на доверие. Завязывайте новые знакомства. Хотя сам Баффетт давно уже прослыл мизантропом, важны встречи вечеров, он никогда не пропускает. Инвестор советует, когда крупные шишки собираются вместе, и тебе удалось побывать вместе с ними на какой-либо встрече, нужно просто схватить их, позвать на свои встречи. Все дело в том, что если они почувствовали себя в тарелке крутых, их легко заманить на вечеринки, посвященные новым бизнес-проектам. Так они не только примут приглашение, но и почувствуют себя более значимыми, что сыграет вам на руку. Итак, рассмотрим правила инвестирования. Первое. Определите для себя, в чем вы действительно профи. Не стоит пытаться инвестировать в ту фирму или компанию, которая занимается, например, поставками нефтеперерабатывающей отрасли, если вы чувствуете себя от этого далеким. Начните с того, в чем вы разбираетесь. Второе. У вас должен быть инвестиционный план. Как мы уже говорили, успешные люди отличаются тем, что записывают свои задачи. Поэтому желательно, чтобы ваш план был записан, так вы сможете вносить корректировки. Плюс ко всему известно, что визуализация целей делает их достижение ближе. Третье. Всегда обращайте внимание на изменения условий. Рынок и экономика непостоянны. Следите за новостями, будьте гибкими. Не забывайте вносить изменения в свои планы. Четвертое. Изучите показатели компании, которые характеризуют реальные результаты ее работы. Пятое. Соберите информацию о людях, задействованных в руководстве компании. Шестое. Если после тщательного анализа работы компании и изучения перспектив вы уверены в своем выборе, но при этом экономика, финансовый рынок находятся в состоянии кризиса или упадка, то не стоит обращать на это внимание. Будьте решительны в своем выборе. Седьмое. Однако, если вы так и не нашли объекта инвестирования, то не стоит вкладывать деньги только ради вклада. Лучше сохраните то, что имеете, пока не будете уверены в выбранном варианте. Глава третья. Цитаты Уоррена Баффета. «Даже если вы очень талантливые и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время. Вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин. Если вы такие умные, то почему я такой богатый? Не так важно, откуда ты начинаешь жизнь, важно, куда ты ее направляешь. Об инвестировании во время кризиса. Отлив. Посмотрим, кто пошел купаться без плавок. В конце концов, когда волна отступает, становится видным, кто плавает голым. Пустой мешок не поставишь. Каждый день работаете над своими слабыми чертами характера, делаете их лучшими, развиваете свои способности и навыки. Инвестирование в себя не всегда означает, что нужно оплатить учебу в университете. У меня есть два диплома, но я их не вешаю на свою стену. Я даже не знаю, где они лежат. Если вы играете в покер и через 20 минут не знаете, кого обуют, значит, обуют вас. Не затягивайте решение и излишне не думайте. Всегда старайтесь соображать быстро, со временем вы заметите, что это единственный способ заработать деньги. Никогда не проверяй глубину реки одновременно двумя ногами. Продолжай работать, и солнце, слепившее глаза, будет светить тебе в спину. Прежде чем вы начнете любое дело, сразу же договаривайтесь о денежном аспекте. Если вы этого не сделаете, то есть большой шанс, что вы будете обмануты. Этот урок я усвоил в очень юном возрасте. Как-то мой дед меня и моего приятеля попросил убрать в его магазине. Мы в течение пяти часов работали метлами и тягали ящики. По прошествии этого времени дед нам заплатил лишь около 90 центов на двоих. В тот момент я был поражен несправедливостью ситуации. Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток. Достаточно изменить немного курс, и встречный ветер станет попутным. Постоянно откладывать поиски хорошей работы и просиживать на той, что тебя убивает, это как откладывать секс до пенсии. Всегда обращайте внимание на мелочи, так вы сможете хорошо сэкономить. Можно привести один хороший пример. Мой приятель затеял покраску стен, выходящих на улицу, причем сделал он это очень разумно, тем самым просто покрасив не четыре стены, а лишь одну, которая выходит на проезжую часть. Человек склонен интерпретировать новую информацию так, чтобы она не вступала в противоречие с уже имеющейся. Если у тебя гаремы сорока женщин, ты никогда не узнаешь очень хорошо ни одной из них. Если вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это вы сами. Ищите в человеке три черты – интеллект, энергию и честность. Если у него нет последней черты, даже не беспокойтесь о двух других. У каждого святого есть прошлое, у каждого грешника есть будущее. Старайтесь никогда не брать денег в долг, так вы не сдвинетесь с места и всю жизнь будете прозябать в нищете. Разберитесь с долгами, а затем постарайтесь скопить небольшой капитал, который пустите в оборот. Широкая диверсификация требуется только тогда, когда инвесторы не понимают, что они делают. Лично нам никогда не удавалось добиться хороших результатов с плохими людьми. Вам не нужно принимать множество блестящих решений. Достаточно не принимать ужасных решений. В молодости я как-то поставил на бегах и проиграл. Затем, чтобы отыграться, я вновь поставил и вновь проиграл. После этого я собрался с мыслями и ушел, и потом всегда выходил из того бизнеса, который мне сулил только одни убытки. Не делайте то, что советуют другие, просто слушайте их, а поступайте так, как считаете правильно, даже если это противоречит всему, что вам советовали. Не гоняйте за брендами, носите те вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно. Запомните, рынок акций безумен. Живите как можно проще. Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь. Держитесь подальше от кредитных карт. Управляйте своей жизнью сами, это ваша жизнь, а не чужая. Если хочешь стать пекарем, учись у пекаря, если хочешь быть миллионером, учись у миллионера. История учит нас тому, что ничему не учит. Опасно скрещивать невежество и упорство. Понимание того, на что не стоит обращать внимание, столь же важно, как и понимание того, на чем следует сфокусироваться. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. Я всегда знал, что буду богат. Я никогда не сомневался в этом ни на минуту. Если у вас есть возможность выбора, гораздо важнее сказать «нет», чем «да». Честность – очень дорогое качество. Не следует ожидать его от людей, которые стоят дешево. Успех – это что-то большее, чем крупный банковский счет. Правило номер один. Никогда не теряйте деньги. Правило номер два. Никогда не забывайте правило номер один. Общая причина низких цен – пессимизм. Мы ведем бизнес в такой среде не из-за самого пессимизма, просто нам нравятся цены, которые он образует. Среди миллиардеров, которых я знаю, нет таких, которых бы деньги изменили до неузнаваемости. Если они были придурками до того, как разбогатели, то затем просто стали придурками с миллиардами. Нужно 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы уничтожить ее. В мире бизнеса зеркало заднего вида всегда чище переднего стекла. Довольно странно уже после завершения сделки говорить, что вас обокрали только потому, что противоположная сторона оказалась умнее вас. По-настоящему стоящая инвестиционная идея может быть объяснена в одном предложении. Я на самом деле ношу дорогие костюмы, просто на мне они выглядят дешево. Не цепляйся за нынешний уровень своей жизни. Всегда иди выше. 20% вашего заработка должно уходить на сбережения или на выплату долгов, если они есть. Кто-то отдыхает сегодня в тени, потому что кто-то посадил дерево много лет назад. Оптимизм – враг рассудительного покупателя. Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный. Послесловие. У Уоррена Баффета в 2012 году диагностировали рак. Однако спустя два месяца врачи уже поздравляли своего пациента с выздоровлением. Курс лучевой терапии был завершен. Баффет продолжает играть в свой любимый бридж и наигрывает мелодии на укулеле. Его холдинговая компания все так же ведет активную работу в сфере инвестирования и страхования. Баффет все больше вкладывает деньги в развитие современных технологий и не прекращает отправлять большие суммы на благотворительность. 85-летний улыбчивый инвестор не сомневается, что самые счастливые люди – это те, кто делают свое любимое дело и не перестает делиться мудрыми советами с теми, кому они нужны. Успех – это что-то большее, чем крупный банковский счет. Дорогие слушатели! Напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!